И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Вот сегодня 20 февраля, и вот сегодня заступает так называемая седмица неделя Маслевица. Это особая неделя перед Великим Постом, в которой мы последние недели вкушаем молочные и рыбные продукты. Маслица имеет особый смысл в том, чтобы мы готовились к Прощенной Воскресенье. Что такое Прощенное Воскресенье? Прощенное Воскресенье это будет 26 февраля, потому что 27 уже начинается пост. Вот 26 февраля, в ней канон, Прощенное Воскресенье, мы обычно все собираемся в храмах, чтобы просить друг у друга прощения. Часто слышишь, что, а что меня просить, я никого не обидел, я никому ничего не делал. Это неправда. Мы себе сами обманываем. Потому что хотим мы или не хотим, но у нас в наших мыслях, мы часто приходят мысли нехорошие против других людей. Мы начинаем их осуждать, мы начинаем их ненавидеть, мы начинаем возмущаться, что они вот не такие, как нам хотелось. А они тоже сами возмущаются на нас. И так мы друг друга, не давая себе отчет, что мы мысленно обижаем друг друга. Поэтому в канун Великого Поста мы собираемся для того, чтобы проститься друг с другом. Потому что, знаете, по древним обычаям в этот день вот из монастырях люди тоже, братья, прощались друг с другом и уходили в пустынях, в лесах, в горах для того, чтобы особенно работать над собой. Поэтому, знаете, дорогие мои, я хочу вас, конечно, попросить всех, чтобы в день, прощенный в воскресенье, вечером, приходите в свой храм, приходите в собор, где для вас поблизости, для того, чтобы просто проститься друг с другом. Если кто-то далеко, мы не можем встретиться с тем человеком, который имеет на нас обиду, или мы на него обижены. Давайте мысленно просто простим его, если сможем, напишем ему хоть письмо, чтобы мы раскаялись, просим у него прощения, и мы его прощаем. Если можем, то можем позвонить, чтобы просить. Обычно так люди и делают, потому что этот день особый, и нельзя никогда не говорить то, что часто меня задают даже вопросы. А я не могу простить, потому что он меня обидел, и он меня не прощает. Вы знаете, я вот скажу вам такой пример, что было два брата в монастыре, это в Троице Сергеевского, это было где-то в 18 веке. И вот один говорит другому, что я тебя не прощу ни в этом веке, ни в будущем веке. Ну вот настал прощенное воскресенье. Тот подходит к нему, который не так сильно ругался, говорит, брат, прости меня, я согрешу перед тобой. Я сказал, что я тебя и в этом веке не прощу, и в будущем. И что случилось? Тот ушел, который просил прощения, он был прощен Богом. А тот, который не хотел простить, получилось, что у него был разрыв сердца, он умер и скончался. И вы знаете, впоследствии, когда братья все это увидели, узнали, что что-то есть, вы знаете, братья особые молитвы творили для того, чтобы Господь простил того монаха, который он так обозлился на своего же брата, на другого монаха, что не хотел его простить, как он сказал, что ни в этом, ни в будущем веке не просит. Поэтому, дорогие мои, никаких обид не могут быть. Я не говорю о том, что если вы кому-то отдали деньги в долг, а вам не возвращают, так подождите, они вам вернут, нужно только просто просить и молиться, что Господь помог тому человеку. Потому что бывают такие случаи нечестные у людей, но надо иметь терпение. Я тоже у вас прошу прощения. Простите, братья мои, дорогие дамы, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры, чем соглашут перед вами? Словом, делом, помышлением. И вас Бог простит и помилует, и благословит. И пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и присно, и вовеки вековами. Благослови, душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.